Всем привет! В этом видео я попробую сделать небольшой обзор авиасимулятора PicoSim. Это относительно новый бесплатный авиасимулятор, который можно скачать как для Windows, так и для Android и iOS. Правда, для Android и iOS он распространяется в двух версиях. Одна версия бесплатная, в которой часть функционала ограничена, и в платной версии, в которой весь функционал дублирует функционал Windows-версии. Но, если Windows он бесплатный, то для Android и iOS он платный. Сейчас мы выбрали сценарий и простой тренерский самолет, и попробуем на нем полетать. Управляю самолетом я с помощью настоящего пульта радиоуправления, подключенного к компьютеру, как джойстик. Поэтому управление самолетом довольно мягкое, довольно легко получается. В программе сказано, что можно управлять и с помощью клавиатуры и мышки, но как это делать, я не пробовал. Наверняка качество пилотирования будет заметно хуже. На Android на телефон я пробовал ставить это приложение. Там управляется с помощью двух виртуальных стиков, но значительно менее удобно, чем используя пульт радиоуправления. Возможно, дело привычки. Самолет летает предсказуемо, по законам физики. Полет похож на настоящий полет. Посмотрим, что еще есть в этой игре. В этой игре есть еще тонны настроек. Можно настроить самолет, свойства его запуска. Самолет настраивается с помощью догрузки балластом по всем трем осям, коэффициентов усиления, размеров, массы, двигателя. В общем, можно изменять настройки самолета, можно изменять настройки сценария, добавляя ветер, различную турбулентность, плотность термальных потоков, наличие или отсутствие взлетной полосы и так далее. Помимо тренерских самолетов, как я уже говорил, в игре существуют различные другие самолеты. Большая часть это планера. Есть летающие крылья, есть пилотажные самолеты, копийные самолеты. Даже зальник тоже присутствует. Ну вот, попробуем выбрать, например, какой-нибудь планер. Идеальный для обучения полетам. То есть такой планер-тренер. И сценарий, который подходит для планеров. В основном здесь все сценарии предназначены для планеров. Они предполагают собой высокий холм и ветер, который дует из-под холма, чтобы планеру было удобно летать. Например, вот такой сценарий. Он красивый, фотографический. В игре существует также, помимо планировщика, квадрокоптер и возможность летать FPV. Но она не во всех сценариях поддерживается. Попробуем пролететь на планере. Да, планер сам летит вверх. Нужно абсолютно не напрягаясь его пилотировать. Процесс достаточно занятный. Хотя нет, вот я потерял управление над планером. Он вышел, видимо, из зоны ветра. И не хотел подниматься долго-долго. Спасибо за внимание. Мы рассматривали симулятор для авиамоделей Pico Sim. Ссылка на симулятор в описании к видео. Напомню еще раз, что он абсолютно бесплатный. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok